МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты Гомельского областного совета звернулись до питания развития системы эдукации. Сегодня в Петриковском районе произошло выездное посажение постоянной комиссии по развитию социальной сферы. Что убачили депутаты и какие рекомендации унесены у принятые решения, ведает Олег Сентюров. Бодай головную увагу по часу выездного посажения взаимодействия органов местного кирования и самокирования с установленными эдукацией в сельском особости. Не только, как тут были, видимо, уже значные проблемы, а ли свои особливости все-таки есть. Починаючи от больших широких управлений с городом, макчимысью долучения наученцев до громадских корыстных справ, в этом же Петриковском районе школьники и сельско-господаршим предприятиям допомагаются или основными посадками занимаются и сельсоветами супрацовничают. Чаще все совместно с педагогами оказывают помощь сельским исполнительным комитетам по наведению порядка на памятниках, благоустройству центральных улиц, поливу цветочных клумб. Агрогородок Лясковичи на гомчине вядомы напевно усим. Перш за все, своё и неполторной прыгажвостью. Хоть учиться тут можно не только технологиям наведения парадку. У мясовым детячем саде зараз реализуется проект по организации предметно-развивающегося роддя. На практицах это значит, что для выхованцев створаются умовы для усебаковых раздетя и долучения их до корыстных справ, починаючи от адаптированного под взрослый для тейс-своесобливого до следующего центра до так званого вертыкального огорода. Гэта ведьме – незвычайный огород, так само далече экспериментальный. Тут будет борося в мехах, а у томатов краниц находится сверху. Мэта поравнать, на кольки такие технологии, депс за традиционные. Одна з асабдевыся у системы эдукации Петерковского районного сельско-мясовыся. Тут ведется активная работа по протягнению наученцев до занят фруктуризмом. Гисторию и культуру родного краю, мясовые звычаи и традиции, природная и архитектурная славотеси выучаются в просуде у походах и экскурсиях. Ясчедна максимальность долучения житёвых каштовностей в сопротивление с Тарквой. Мы не задействуем детей как накручивание какой-то так, чтобы идите в храм, кайтесь и на этом всё. Нет. История культуры, архитектуры нашего района и нашей области. И всё же таки назвать ситуацию у сельских школ беспроблемной по Кульнелька. После оборисковой отпроцовки у Петерковском районе застояется всего около 40% молодых специалистов. В городе Тарыче это лишь бы на полову больше. Для того, чтобы замыслать наставнику распространены целый широкий мер по заохвачиванию. От предоставления жилых помешканий и выделения что-месячной материальной допомоги до оказания соденечения и утромания негодных кредитов. Але остановочий эффект отримывается не за счёды. Депутаты Перекананы необходимы больше активно заключать с выпускниками местовых школ договоры мэтовой подриктовцы. Акцент необходимо сделать на то, чтобы всё-таки из тех населённых пунктов выпускники шли по целевым направлениям на обучение. Это залог того, что они смогут остаться в последующем для работы в тех учебных заведениях, в которые они будут направлены после окончания вузов и средних специальных учебных заведений. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадо-компания «Гомель» с Петруковского района. За однодёжным визитом в Гомельскую область приехал керавник представительства Рада Нижегородской области в Республике Беларусь Сергей Петров в программе наведывания таких предприемств, как «Гомельсельмаш», «Милковита» и «БМЗ». Всё лето в товарозвороте помеж Гомельской и Нижегородской областями назирается станочая динамика. 45 наших предприемств гандлюют с российским регионом. Сирот основных поставок – сульфиты натрию, соль, выробы с пластмассы, чёрных металлов и синтетичных волокнов, мука, сыры, посуд, папера и кордон. Хотелось бы понять, в чём можно увеличить товарооборот непосредственно с Гомельской области. Вообще товарооборот Республики Беларусь с моей области – это больше миллиарда, больше, чем с Турцией, больше, чем с Казахстаном. За открытых акционерных товарств «Гомельсельмаш» в Нижегородскую область поставляются сельгазтехника, а так само частки машин и механизмов. Кали 70% спецтранспорту, что працует на полях российского региона, выробыленно в Гомеле. Сегодня на предприемстве огучили пропонову запустить суместную с россиянами вытворшись машины на газомоторном палеве. Уже навод истнует домовленность об субсидировании проекта. Темчасом у Нижегородской области есть предприемство, якое могло бы стать коллегой «Гомельсельмаша» в новой справе. Те завершатся перемоги с супрацовництвом на практице станет дома поздней, а по куль докладно можно означать, что у рамках пятого форума региона Беларуси и России плануется подписание погоднений об супрацовництве помеж Гомельским облаконкамам и администрацией Нижегородской области, а так само Гомельским областным советам депутатов и законодавшим сходам Нижегородской области. Танное и якосное дорожное покрытие, размеркование транспортного податку и основные рамонтные работы в Гомельской области. Об этом с представниками сродка у массовой информации гутерли на предприемстве «Гомель-Аблдарбуд». Последшая госдымочная бригада наведала некоторые локации, где дорожные работы идусь полным ходом. Рамонт дорог местового значения территории отказности предприемства «Гомель-Аблдарбуд». А это 10 115 километров автодорог. Два годы тому на баланс приняли еще 3500 километров в улиц сельских населенных пунктов. Летость была принята Держпрограмма по развитию и утриманию автодорог, различная до 2020 года. Сгодно ее, за четыре годы треба отрамонтовать прикладно 1400 километров дорожного покрытия. Это бягучий капитальный рамонт, а так само реконструкция. Тут же и рамонт мостов. Летость отрамонтовали четыре, все лето привезти в парадок треба еще пять. Финансуются дорожные работы одразу с нескольких крыниц. У их лику областный бюджет и кредит Банка развития, а так само транспортный податок. Йон, до речи, аккумулюется на республиканском узровне и потом размярковывается по регионах. Например, на реализацию названной программы каждый год Гомельская в области будет выделяться прикладно по 50 миллионов рублей. Пятая частка минавито – транспортный податок. Большое внимание также уделяем улицам сельских населенных пунктов, о которых я говорю. Это другая программа. Это финансироваться только за счет местного бюджета. Будем говорить, из трех. Вот мы за два года отремонтировали более 250 километров автомобильных дорог. И где-то улиц, будем говорить, это автомобильные дороги. И в этом году мы где-то собираемся отремонтировать тоже около 70 километров. Конечно, мы понимаем, что это, будем говорить, недостаточно. Естественно, надо больше. Но мы пока работаем в пределах тех лимитов финансирования, которые у нас существуют. Ну и стараемся, также очень много жалоб, конечно, поэтому есть еще очень много вопросов, которые мы решаем за счет содержания автомобильных дорог. Те, которые не нужны, большие, будем предложения. То есть по содержанию мы и ямочность устраняем, и гравийные дороги делаем, и земляные дороги делаем, знаки меняем. То есть вот очень много работы этих выполняем. Ну и, естественно, конечно, желается, что хочется пожелать. Ну, конечно, чтобы у нас было больше денег. Филиалы Гомель-Авлдарбуда так само включились в ремонт гомельских улиц. Отрамонтовали Волотовскую на переде улицы Мяшавченки. А зараз ремонтуют дорогу и тротуары на улице Жарковского. Меньше, чем про два дня все работы тут повинны быть завершены. Так само не забывают и про районы. У Ветковским за 50 километров от Гомеля есть дорога, якая связывая район с Российской Федерацией. На наших ватшах на ее укладывали покрытие с битомной эмульсией. Оно в пять раз тонейшее за асфальтобетонное, разом с тем долговечное и надеянное. Сама по себе простая технология. Значит, здесь ничего не нужно, здесь кроме щебня и эмульсии никаких больше материалов не надо. Поэтому она является ресурсосберегающей технологией. Она и энергосберегающая, благодаря тому, что холодная технология, и ресурсосберегающая, потому что здесь не производится больше никаких дополнительных работ. Ее хватает на долгие годы. Она служит, конечно же, износ есть, как и всех слоев износа на асфальтобетонном покрытии, но она служит, отслужив свой срок, она является подложкой для последующих слоев износа. Белорусский эмульгатор займает первое место по технологичности сирот аналогичных, импортных и айчинных. Покрытие с его выкористанием, что годы отримывают около 200 км дорог Гомельской области. Марина Джалая, по поводу оценок журы, больше голосов отримала кандидатура бренда, пропонованная районным домом Рамеоствов, Международный фестиваль этнокультурных традиций «Поклич по лесу». Он проходит у агрогородку Ляскович раз в два годы и сбирая шмат прихильников национальной культуры белорусов. А завтра у городским поселку Октябрьске стартует 10-й республиканский фестиваль фольклорного мастатства «Берагиня», и он протягнется до 24 червяня. Фестиваль объединяет аматоров фольклору, которые занимаются выучением и развитием народных мастатских промыслов, песенного, танцевального и музыкального мастатства. Отбудутся конкурсные споборненства танцевальных пар, турнир детячих фольклорных коллективов, концертные выступления гуртов и особенных выканавцев. Подчас фестивалю пройдут уже традиционные святы Рудобельской купали и Рудобельский кермаш. Гостей так само чекают разностайные мастер-классы. Гомельская областная организация громадского объединения «Белорусский союз жанчин» в рамках международного проекта «Вучиться к обдейничать», начиная житовлять мини-проект «Адукация без пирожкот». Сегодня у Гомеля в рамках проекта в Центре инклюзивной культуры отбылся круглый стол по теме адвокатования интересов людей с обмежованными махшимостями в белорусском громадстве. Проект накерованный на садяничание развитию неформальной эдукации для дорослых людей с обмежованными махшимостями на территории Гомельской области. Удельники проекта гэта молодые жанчины со слабым слыхом. На протягу шасті месяцев от специалистов яны будуть отримливать навыки цырульной справы и макияжу. По заканчанні проекта організаторы планують провести конкурс сярут удельников на лепшую работу. У финале отбудится и выпускный балль, на яким кожный зможа продемонстровать свой неполторный вобраз. Такий проект ожиціяуляється у нашій країні у першиню. Мы хотим объединить усилия и органів власні, общественні організації именно для оказання помощі людям, які оказались в какой-то сложній жизненній ситуації, вони получат компетенцію, вони получат навыки, вони в конечному итогі получат какой-то посыл, получат какой-то заряд для будущого обучення. В конце концов смогут трудоустроиться по тем навыкам, которые они получили. У меня есть очень огромный опыт моей школы и мои ученики по окончанию к ним уже еще они продолжают учиться, а у них уже есть запись на выпускные макияжи. Поэтому я думаю, я чувствую, что с этой группой, с моими новыми будущими учениками будет именно так. Они получат знания и по качеству их работ к ним будут хотеть идти, получить красивые образы. У центра уваги у дельника у круглого стола было и вовучение цікавых практик по працеулаткованию людей со слабым слыхом. У якости приклада говорка ишла в так званой тихой кассе. У Минску на ровні со звычайными кассирами працюет женщина со слабым слыхом. Мы очень хотим, чтобы белорусское общество услышало слабослышащих и, возможно, вот этот же проект и у нас повторился. Татьяна Болгова, Светлана Князева, Павел Антонов, телерадо и компания «Гомель». Супрацовники Держа Аутоинспекции разом с волонтерами Белорусского товариства «Червоного крыжа» провели сегодня суместную акцию «Увага с Пякота». У самый разгар дня на площади повстания инспекторы ДПС супыняли машины и замест проверки правов цікавилися самоотшуванием водителям. Специалисты организации «Червоного крыжа» давали аутоаматорам парады, как оказывать первую допомогу при солнечном ударе и вручали бутыльку пятной воды на дорогу. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Спякота может отбиваться и на дорожные беспецы. Коли горячие дни идуть один за одним огульная стома организма назапашивается. Может появиться млявость, дремотность, головокружение, снижается концентрация уваги, худкость реакции на разные дорожные ситуации. Это тычутся как водителям, так и пешеходам. Уси удельники дорожного руху рискуют потерпеть от спякотного надворья. У спякоту варта больше уважливо ставится до властного здоровья. Коли под час руху отчувается недомогание, необходимо одразу ж спинниться, выпить воды, помыться, при необходимости принять леки. В случае, когда стан не полепшится, нужно отмолиться от кирования транспортным средствам. Рассказываем, как вести себя в жаркую погоду, что делать, если уже на самом деле с тобой произошел солнечный удар или ты себя почувствовал как-то плохо. Благодаря за прохладную водичку, естественно, мы выдаем не холодную воду, потому что категорически нельзя в жаркую погоду. Комнатная температура, особенно это важно для водителей транспорта, конечно, очень. Удельники акции так само смогли вымирать артериальный тиск, проверить свои веды по оказанию первой допомоги при солнечном ударе и навод поспробовать привести человека в притомность. Эксперименты проводили на манекенах. И водители, и прохожие отзначили, что акция актуальная и корыстная. Евгения Кухаронак, Василь Осипсов, телерадио компания «Гомель». Эти и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я же с вами развитываюся. Всего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрирован один пожар. Спасатели Житковичского районного подразделения МЧС выехали на вызов в 23.13. Звонивший сообщил о пожаре на складе для хранения кормов в деревне Боровая. Спасатели прибыли к месту пожара. Это ближе было к полуночи. Ликвидировали возгорание. Пострадало всего лишь чуть более метра въездных ворот и кровли. Пострадавших нет. Основная версия рассматривается занос постороннего источника зажигания. Пришел посмотреть мультфильм и попал в ловушку. Помощь посторонних людей понадобилась дошкольнику, который засунул палец в подстаканник в кинотеатре Калинина и самостоятельно освободить его не смог. На помощь ребенку поспешили спасатели гомельского городского подразделения МЧС. Пришлось повредить кресло, зато палец малолетнего зрителя остался цел. Мальчик четырех лет при просмотре мультфильма в кинозале засунул палец в отверстие пластмассового подстаканника. При помощи кусачек спасатели извлекли палец в медицинской помощи, он не нуждается. Всего же за прошедшие сутки семь раз спасатели выезжали на оказание технической помощи. Госавтоинспекция установила личность водителя автомобиля «Опель Тигра», который, вопреки требованиям ПДД, перевозил своего знакомого не в салоне автомобиля, а на крыше. Вот эти кадры, выложенные в сеть интернет 15 июня. В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель был найден уже на следующие сутки. Автомобиль вела женщина 22 лет. Личность парня, который потешил прохожих таким необычным способом и на счастье остался жив, выясняется. В данный момент выясняются все обстоятельства данного инцидента, после выяснения которых действием как водителя, так и мужчины, который катался на крыше, будет дана правовая оценка. То есть госавтоинспекция на такие случаи всегда реагирует и привлекает к административной ответственности. Очень важно, чтобы граждане, которые становятся очевидцами таких случаев, сообщали об этом по телефону 102 либо ближайшее подразделение госавтоинспекции. Возможно, звонок ваш сохранит жизнь людям, которые совершают неадекватные поступки. ГАИ Гомельской области продолжает контролировать скоростной режим на самых опасных участках автодорог. Завтра специальные приборы будут ловить лихачей на трассе Н-40-90, северо-западный обход Гомеля, М-10 границы Российской Федерации, Гомель-Кобрин, на подъезде к Гомелю на участках автодорог М-8 и М-10 и на трассе М-5, соединяющей Гомель со столицей Беларуси. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, мобильные датчики контроля скорости работают с 7 утра и до 8 вечера. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Накануне завершилась игровая программа 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу Высшей Лиги. Гомель на своем поле принимал Смолевичи. Первый тайм получился довольно интересным как в исполнении хозяев, так и гостей. Работы в защите хватало у обоих коллективов. Несколько раз знатно пришлось потрудиться галкиперу зелено-белых Дмитрию Дударю. Жарко временами приходилось и его визави. Хозяева частенько обостряли игру в штрафной соперника навесами с флангов. Правда, до голевого удара дело так и не дошло. Низкая результативность это проблема, с которой Гомель сталкивается по ходу всего чемпионата. А вот гости свой момент использовали и в концовке тайма домашнюю заготовку при розыгрыше штрафного точным ударом завершил бывший гомельчанин Станислав Сазанович. Сразу после перерыва гости преимущество удвоили и снова голевой атаку завершал воспитанник гомельского футбола Артем Васьков. Отбитый Дударем мяч отскочил прямо на голову не самому фактурному полузащитнику Смолевичей. Хозяева сделали немало попыток отыграться, однако атаки редко доходили до ударов по воротам. 0-2 очередное поражение Гомеля при в целом неплохой игре и 15-е место в турнирной таблице. Спокойно, довольно уверенно выходили из обороны не было концовочки в первом тайме мяч впереди не задерживался поэтому так тратили больше сил может быть чем нужно но хорошо стандарт подоспел то есть это все-таки после него полегче было. Упрекнуть команду в отсутствии старания или желания ну я не могу все они бьются стараются ну с этим проблем нету но к сожалению уровень нашего мастерства ну не позволяет пока реализовывать те моменты которые создаем доводить их до логического завершения. В 13-м туре Гомель на выезде играет с футбольным клубом Минск игра состоится 23 июня. Гомельская мини-футбольная команда БЧ обрела главного тренера перебравшегося в ряды Оршанского ВТ на Алексея Попова на посту главкома сменил Дмитрий Камека Молодой украинский специалист в минувшем сезоне возглавлял клуб украинской экстралиги Титан Команда под его руководством стала бронзовым призером БЧ, напомню в минувшем чемпионате Беларуси высшей лиги добралась до плей-офф где в четвертьфинале уступила столице и заняла итоговое шестое место Состоялся третий тур чемпионата Гомеля по пляжному волейболу Участие приняли 11 мужских и 7 женских команд У мужчин победителями тура стали Дмитрий Майоренко Лай Веремей Юрий Легоцкий замкнули тройку сильнейших Владимир Голотой Данила Зубов У девушек равных не было пари Евгения Французова Амна Антасюк Далее расположился тандем в составе Виктории Жерносек и Анастасии Антасюк Третье место у Алины Казаковой и Дарьи Мельченко Очередной четвертый по счету тур городского чемпионата по пляжному волейболу состоится 7 июля На этом пока все С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Субтитры подогнал «Симон»